Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Федоре Смолове, который сейчас вернулся в Испанию, потихонечку будет готовиться к возобновлению чемпионата этой страны. Ну и разумеется, на фоне данного события мне стало интересно, а что же пишут фанаты Сельта и других испанских клубов о будущем Смолова и о его перспективах в испанской премере. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Романтиджи написал «Я думаю, по окончании текущего сезона нужно выкупать Смолова. Он стал бы хорошим приобретением на следующий сезон». Ну и Романтиджи написал «Я думаю, по окончании текущего сезона нужно выкупить Смолова. Он стал бы неплохим усилением для следующего года. Но ему все-таки 30 лет. Это нужно учитывать. Поэтому если Локомотив согласится за небольшие деньги уступить нам этого нападающего, тогда его нужно выкупать». Ну, касательно 30 лет, я думаю, вы понимаете, когда футболисту за 30-ник, его ценник начинает постепенно падать. Это неизбежный процесс, и Смолов здесь не исключение. Фудфуд в ответ написал «Выкупить Смолова? Нет, пожалуйста, не надо». Хэк Мико написал «На мой взгляд, главной целью в летнее трансферное окно должен быть выкуп Рафиньи и Мурилу. Как только клуб справится с этой задачей, тогда можно подумать и об остальных арендованных футболистах. Например, о Смолове. Я был бы не против, если бы мы выкупили и этого игрока». Ну, Рафиньи и Мурилу тоже на правах аренды выступают за Сельту и пока что впечатляют побольше, чем Смолов, прям скажем. Ну, касательно отъезда Смолова, там вообще мутная тема. Сельта сперва типа обиделась, потом тренер выступил, а сейчас появилась информация, что клуб вроде как и не против был и вроде как даже помогал футболисту. Голица Кеева. Если главный тренер Сельты захочет оставить Смолова, тогда добро пожаловать в клуб уже на постоянной основе. Пускай играют за нас. Топа Балаидос. В словах журналисты есть смысл. Найти частный самолет российскому футболисту, который находится на карантине Виго, было как минимум сложно. Тут нужны правильные контакты и я думаю, что Сельта действительно помогла футболисту. И это глупо. Но это опять же к вопросу о том, как он покинул Испанию. Мон Катал. Пока что Смолов не показал чего-то особенного, не зная, зачем его выкупать. МПС 1904. Считаю, что если Сельта останется в примере, то должна выкупить Смолова. Но так как летом нам нужно выкупить еще Аласа и Рафинью, я не знаю, найдем ли мы нужные деньги. Но опять же к вопросу о том, что у Сельты очень много арендованных футболистов. Сосьёдо Рио написал. Сильно сомневаюсь, что Сельта будет покупать Федора. Русских игроков не дает просто так. А клуб не будет раскошеливаться на 30-летнего нападающего. По этой причине летом к нам уже не перешел Налито, который тоже неплохой футболист, но за него требовались деньги, а он ветеран. А ведь тогда речь шла о меньшей сумме, чем сейчас требует за Смолова. Если мы не выкупили Налито, то зачем выкупать Смолова? Дропстелл написал. С уровнем Смолова все более-менее в порядке. Вопрос лишь в том, хочет ли он сам быть нападающим Сельты в будущем. Я не уверен, что он захочет остаться в коллективе, который боится за выживание. Ну что ж, вот таково мнение испанских фанатов. Что думаете вы касательно всего этого? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.